Сейчас город просто настолько грязный, просто некомфортный, пыльный. Не все хотят поучаствовать активно в уборке города. Каждую весну мы наблюдаем вот эти пылевые бури. Зачем они сидят? Просто вывезти их всех до субботних, закрыть на две недели администрацию. Не считаете ли вы, что вы перегибаете палку? Важно видеть причину и находить решение для того, чтобы устранить эту причину. Аллюмуя! Я плачу налоги, а зачем мне... А я тоже плачу налоги, представляете? Вы чиновник, понимаете? Вы из бюджета получаете зарплату. В смысле? Собираетесь выйти из дома? Наденьте медицинскую маску или респиратор, говорят врачи. Иначе прогулка может обернуться проблемами со здоровьем. Это не пандемия коронавируса вернулась. Просто Киров накрыли пыльные бури. Это не город, а большая песочница, возмущаются кировчане в соцсетях. Однако власти отчитываются, убираются сутки напролет, метут и моют. Вот только устранять надо не следствие, а причину появления пыли, считают эксперты. И вроде все мы давно уже не дети, но почему-то вынуждены жить в одной большой песочнице под названием Киров. Возмущаются жители в соцсетях. Говорят, дышать нечем. От проезжающих машин пыль столбом до пятых этажей. Хорошую обувь и одежду не надеть. Все моментально покрывается смесью из остатков зимних реагентов, грязи и песка. И так из года в год. Мне кажется, ни в одном городе России нет такой грязи. А все потому, что целую зиму песком город-дорожники засыпали. Загажен весь город. Позор. Со стороны чиновников нет абсолютно никакого контроля. Это все из-за реагентов, которые валят зимой безбожно на дорогу. Особенно касается соли с песком. Хоть каждый день мой машину. Потому что машины уборочные, только видимость создают уборки. Бывает, едут и от облака пыли машину у них не видно. Да и чистят-то только середку. Чистим все. Оправдываются в администрации. В сутки с улиц города вывозят на полигоны около 200 тонн грязи и столько же мусора. Убирают проезжие части, стыки дорог и бордюров. Участки под серыми заборами, тротуары и лестницы. Сначала сухой этап. Пешеходные дорожки доводят до блеска 4 пылесоса. Дороги, 4 спецмашины и 8 бригад. Затем влажная уборка. Пока в арсенале администрации 5 поливомоечных машин. В сутки они тратят порядка 300 кубов на мойку проезжих частей и на очистку приладковой части, очистку осевых. Техника работает у нас безостановочно. Только на дозаправку и на пересменке они останавливаются. Работают 7 дней в неделю. В ближайшие дни в помощь выведут еще пару машин. Сейчас они переоборудуются. Вот только чище не становится. Наоборот, с каждым годом Киров все больше тонет в пыли и грязи. Считает депутат Гордумы Денис Ерохин. Надо устранять причины, а не следствия. Асфальтировать грунтовые дороги. Укладывать бордюры выше уровня газонов. Грамотно делать ливневки. И конечно необходимо больше техники и рабочих рук для уборки. Если бы всю администрацию просто выдать им лопаты и заставить прибирать город, поверьте, от них бы намного больше было пользы городу за те деньги, которые они получают из бюджета зарплату, чем они просиживают в кабинетах и спотрят на этот грязный город. Тонут в пыли и другие российские города. Пока грязь одержала победу и над жителями Новосибирска. Городу даже говорящее название приклеилось – Пылесибирск. Что только местные власти не делали. Мыли дороги минеральной водой, шампунем. Заменили песко-соляную смесь на реагент Бионорт и каменную крошку. Но толку мало, рассказал эксперт Народного фронта Александр Стефанов. Чтобы город засиял чистотой, нужно локализовать источники пыли. Нужно в правилах благоустройства вводить такие требования, которые бы исключали возможность вот такого нахождения открытого грунта. Может быть, вводить даже какие-то штрафные санкции. Второе – нужно те службы, которые осуществляют содержание, чтобы у них была технологическая цепочка по уборке. Она была, во-первых, регламентирована, а во-вторых, чтобы он соблюдался. И если уж используются новомодные средства с солью, связывающие пыль и не дающие ей подниматься воздух, то и их нужно обязательно убирать, – закончил эксперт. А привести в порядок Киров нужно до 9 мая. И если власти не справляются, предлагаю кировчанам взять это пыльное дело в свои руки и самим убрать родной город. Пока чиновники отчитываются о проделанной работе, общественники считают, что все эти усилия – лишь пыль в глаза. Как бороться с пыльными бурями, обсудим сегодня с нашими гостями. У нас в студии заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Екатерина Безгачева. Здравствуйте. Начальник отдела благоустройства администрации города Кирова Юлия Васильева. Депутат Кировской городской думы Денис Ерохин. И член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Сичихин. Здравствуйте. Екатерина, ну много сейчас жалоб на пыль поступает вам? Ну, достаточно. Достаточно. Это у нас, в принципе, сезонное. Есть у нас обращение. Сейчас это пыль, конечно. Это уборка именно после зимнего периода. Работаем с этим. У нас есть у подрядчиков план по приладковой зоне, по уборке. Именно как раз-таки у нас песок в основном в приладковой зоне. Причин его образования достаточно много. Было частично перечислено. Да, поэтому, конечно, поступают жалобы. Юлия, ну вы какую оценку сейчас поставили? Как она, на ваш взгляд? Насколько пыльно сейчас в городе или преувеличена эта проблема? Нет, проблема действительно существует. Она не преувеличена. Город сейчас приводят в порядок после зимнего содержания, соответственно, естественно. Имеет место быть и наносом в приладковой части. Но, как сказала уже Екатерина, что подрядчики работают в соответствии с графиками уборки. То есть все мероприятия будут выполнены. 9 мая, да? Ну, естественно. Точно? Мы ставим сроком немножко раньше. А если 9 мая будет грязно? Давайте вместе проведем 9 мая и посмотрим, какую часть у нас города. Давайте лучше не 9, а 8. Давайте. Мы работаем все праздники. Совместно с вами. Мы делаем сюжеты об этом каждый год, потому что проблема это не новая. В городе пыль, особенно вот в апреле, в мае бывает в городе. И в прошлом году вы, Константин, говорили, что дорожные службы просто создают видимость борьбы с пылью. Я даже нашла слова ваши. Давайте вот послушаем сначала. Никто не убирал такую проблему, как нехватка специализированной техники. У нас, например, уборка улиц, влажная уборка улиц, она практически не производится в Кире. Вы где-то наблюдаете? Ну да. Иногда для хорошей фотографии проедет поливальная машина. Это все хорошо сфотографируют. Ну, как на ваш взгляд? Ничего не изменилось с прошлого года? Год прошел, два года прошло, три года прошло. Я думаю, через пять лет этот бот, это же самая картинка, это же самое, можно самый сюжет вставлять, и ничего не поменяется. У нас каждый год одна и та же история. То есть зимой, в эту зиму город чистился, на мой взгляд, как никогда плохо. Допустим, были улицы, особенно второстепенные, где не разъезжались две легковые машины. Это, например, с свободой, о главе администрации неоднократно это говорил. Ну, после этого, естественно, как бы они там убирались в том или ином месте. Сейчас город просто настолько грязный, просто некомфортный, пыльный, и столько песка, грязи, и действительно отсутствие какого-либо транспорта по уборке, и в том числе и ручного труда, как это было раньше. То есть, как бы раньше проходила поливальная машина, хотя бы кто-то вставал вдоль портюров, это собирали, грузили на погрузчик и куда-то увозили. Вот я эту историю в этом году не видел ни разу. Вот где они? То есть мы целыми днями, так или иначе, по работе ездим по городу, но ее как бы нет. Поэтому говорить о том, что все приберут, ну, я думаю, что... Екатерина, изменилось что-то с прошлого года? Может быть, какая-то техника новая? Сколько дворников? Подходы какие-то к работе? Что изменилось? Ну, вот смотрите, сейчас речь идет именно про организацию мехзвеном, так называемым. Это как раз-таки, там есть КАМАЗ для погрузки смета, там есть мини-погрузчик, который грузит этот смет, и есть ручники, это рабочие по благоустройству, которые вручную формируют эти кучки, и это все грузится. То есть такие звенья у нас сейчас есть, и они работают по городу. Ну, как скоро? А сколько таких звеньев? Именно об этом графике сейчас была речь, что мы идем по улично. Сколько звеньев работает таких в городе? У нас сейчас работает порядка ста человек, в том числе. Нет, звенья, вот звенья, вот вы сейчас рассказали про звенья, это два механизма и там, грубо говоря, пять ручников, да? Ну, как бы пять дворников, давайте так их назовем. Сколько таких звеньев работает в городе? Круглосуточно у нас таких звеньев порядка пяти работают. То есть это именно комплексная уборка. Так уже не получается сто человек. Так вы не думаете, что настолько этим люди занимаются? У нас огромное количество сейчас мусора. 5 на 5, это 25. Вы говорите, 100 человек работают, уже не получается. Вы уже как бы тут будете в заблуждении. Так вы слышите меня вообще, нет? А вы думаете, что там один человек у нас в Мехзвене работает? Нет, так нет. Вы сказали, 5 звенев, 5 человек. 5 на 5, 25. Ну, так это минимум, которое работает. А вы говорите, работают 100 человек. 25 на такой город, как Киров, да? 5 звенев тогда не будет убирать. Одно звено, например, все поставите. И так, кроме того, что у нас Мехзвене и звенья работают, у нас еще работают просто бригады, которые просто ручеников тех местах, где у нас техника, например, не проходит. И у нас работают в том числе на тротуарах, на посадочных площадках, на заездных карманах. Давайте по-другому тогда. Смотрите, у вас 5 звеньев работает, хорошо. Сколько дополнительно? Сколько пылесосов? У нас пылесосы ходят, в том числе и по тротуару, и по проезжим. А это какие-то новые, да, пылесосы? Нет, они не новые. Нет у них нового пылесоса. Да, у нас новая тоже техника была. Сейчас давайте посмотрим. Кировчане, кстати, говорят, мне рассказывали перед программой, что даже пылесосом убирают, и пыль столбом стоит. Как это работает этот пылесос, что от него... Ну, пылесосы, они тоже работают с увлажнением. У них есть такая там форсунка, можно так сказать, которая воду подает в небольшом количестве для того, чтобы этой пыли не было. Но перед тем, как пройти пылесосу, необходимо это вручную собрать, так как наносов много. Причина образования наносов, это в том числе то, что у нас есть газоны, которые выше, например, бортового камня. У нас очень много таких участков. У нас в этом контракте заложена работа. В том году мы проводили, пока позволяла погода эту работу по срезке именно газонов. То есть, чтобы ликвидировать причину. Понятно, что мы бесконечно можем... А почему тогда ситуация не улучшилась, если в прошлом году проводили такую работу? А как мы можем санализировать? Улучшилась ситуация? Нет, там буквально немного сделали газонов, их сделали поворотом. Поэтому от администрации, по-моему, до... Делали еще улицы производства. То есть, в этом году, я так понимаю, ничего нового у нас в этом плане нет. Ну, то есть, техника вся та же старая. Нет, у нас столько же рабочих или что-то изменилось? У генерального подрядчика у них прибавилась техника именно по закупке вот этих пылесосов. По-моему, они два пылесоса приобрели. Точно не могу сказать большие-маленькие, потому что они сами занимаются выбором этой техники и распределяют ее, ставят на уличную дорожную сеть. Понятно, что у них там свои маршруты, которые они отрабатывают. Вот так, давайте по пылесосам. Нет, вопрос, смотрите, у нас же еще, давайте не будем забывать, откуда образуется маленькая такая вот пыль, 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 да? Это вот, на мой взгляд, это непосредственно галит. Галит, который зимой используется, реагент на кировских дорогах. Галит – это техническая соли. В технической соли всегда в структуре технической соли существуют песчаные… Я не назову это песком, но вот такой состав вот этой земли, можно так его назвать, техническая соль. Когда эта техническая соль тает, куда девается у нас на сегодняшний день внутренний состав вот этой технической соли? Он остается на дорогах, он остается в рамках вот этой серой. Если бы у нас был песок, он бы был такой, наверное, коричневый, понимаете? Так а что делать-то? Ну, у нас в любом случае… Мы уже не первый год, вот как город стал поливаться, посыпаться галитом, это уже года два, наверное, вот плотно посыпают галитом, да, мы наблюдаем в городе пыльные бури. Вот два года, как минимум, если не три уже, вот с того момента, когда город стал глобально закупать подрядчик стал галит, с того времени каждую весну мы наблюдаем вот эти пылевые бури. До этого, ну, я не скажу, что уж так серьезно стоял вопрос с такими вот пыльными просто бурями, вот с этой мелкой-мелкой-мелкой пылью. Сейчас, мне кажется, основная проблема – это в том реагенте, который мы используем в зимний период времени. Ну, я так не считаю. То есть, помимо этой проблемы, конечно, у нас от реагентов остается какая-то вот эта вот пыль, да, вот этот смет, но, как я уже говорила, у нас есть еще вот эти завышенные газоны, о которых мы знаем, у нас есть эти участки, они у нас находятся в работе. Сейчас, когда земля… А вы в Кирове давно живете? Ну, я вообще родилась здесь. Вы родились, да. Поэтому все мои года, я здесь живу. Тогда все года вы видели эту пыль, да? Конечно. Там пять лет назад она была, десять лет назад она была. Нет, я сейчас говорю про то, как она образовывалась. Нет, газоны, просто завышенные газоны, они были всегда. Они не вчера у нас появились, и вы не вчера придумали, что их надо занижать. Мы по поводу занижения газонов, именно рабочая группа 16-го года, говорит администрация, с 16-го года мы говорим, ребята, начните занижать газоны. И в том году, наконец-то, они прозрели. Наконец-то администрация говорит, да, правда, пора. Прошло пять лет, шесть. И они говорят, пора занижать газоны. Аллилуйя, просто аллилуйя. Видите, как круто. Да круто, так вы идете к этому моменту. Это что значит, что надо не только велолит, но и делать. По пять-шесть лет с того момента, когда общественность вам говорит, так извините, мы город-то поменяем тогда, когда я уже с палочкой буду ходить. Екатерина, вы хотите сказать, что не отголита у нас сейчас пыль, да? Не только. То есть у нас понятно, что, допустим, я говорю, да, противогололедных материалов, конечно, есть остаточный вот этот материал. То есть и пескосоляную смесь, когда распределяли, да, когда у нас гололед был вот этот в январе, все, наверное, помнят. Самое важное для нас было это обеспечить безопасность. То есть то, что там мы город потом будем прибирать, конечно, мы его будем прибирать. Мы его каждую весну прибираем. И это нормально, что мы его прибираем, убираем этот песок. Как-то быстро прибрать, чтобы мы не дышали этой пылью-то два месяца. Это было бы замечательно, если бы и управляющие компании с нами в комплексе работали, и на дворах у нас было все прекрасно и заасфальтировано, и не было никаких грунтовых участков, не было бы строек никаких. У нас же сейчас активно строятся и там, в том числе и школы, и большие объекты. Так это же совместная работа. Конечно, да. А школа-то при чем? Нет, я к тому, что у нас есть строящиеся площадки. Так у нас и раньше это строилось. И выносится в том числе этот грунт. И выносом грунта очень активно администрация штрафует строительные организации за вынос грунта. Это моментально. Как ни тут, строительная компания вывез машины с объекта, и тут же уже инспектор ТЭР-управления стоит и фиксирует. Поверьте, вот в этом сейчас ТЭР-управление очень активно занимается по выносу грунта. Юлия, наверное, знает, насколько активно работаете вы с управляющими компаниями. Но ведется такая работа и с застройщиками. Да, все верно. Было с коллегами сказано, действительно. И территориальное управление осуществляет контроль. Это постоянно из года в год. Это все фиксируется и штрафуется, естественно. Ну, насколько вот управляющие компании добросовестно себя ведут вот в этих ситуациях? Ну, естественно, есть разные управляющие компании. Есть управляющие компании, которые и говорить не нужно, они все сами самостоятельно реагируют, делают. А какие-то, да, есть управляющие компании, ну, можно сказать, такие в черном списке, да, определенные, которые не всегда идут навстречу, не слышат жителей, не слышат администрацию. То есть, да, с такими работа проводится у нас сложно. Поэтому не все слышат, не все хотят поучаствовать активно в уборке города. То есть, это действительно вопрос касается синхронизации всех направлений. То есть, участвует и частный сектор, да, и жилая застройка, и предприятия, организация. То есть, все в комплексе образовательных учреждений должны выйти. Кто в этом виноват? Что нет синхронизации? Почему? Никто в этом не виноват. Ну, как? Почему? Если нет синхронизации, значит, кто-то в этом и виноват. Хорошо. Вот на данный момент... Но это не может выполнить свой функционал. Почему? Администрация города Кирова объявлена... Не виноват. Да как нет? Почему? Администрация города Кирова должна синхронизировать. Ну, пожалуйста, вы слушайте. Администрация между жильцами и управляющими компаниями. Вот я к чему сейчас хотела подвести. о том, что сейчас у нас объявлены организованные работы с 1 апреля по 10 июня о благоустройстве и санитарной чистке территории города. 9 мая. Ну, официальное постановление по 10 июня, соответственно, 9 мая, к праздникам. То есть эти мероприятия приурочены и к дню 9 мая, к Дню Победы, и в том числе к Дню города. Соответственно, в период этого месяца будут проводиться благоустроительные работы. И общественные мероприятия, и субботники, и общегородские субботники, и общероссийский субботник, который у нас на 22 апреля планируется провести. Денис, вот в сюжете вы предложили чиновникам выдать лопаты, вывести их на улицу. Вот не считаете ли вы, что вы перегибаете палку, что каждый должен заниматься вообще-то своим делом? Вы знаете, вот у нас любая история в администрации, она в принципе не сдвигается, не решается и не делается. Талант администрации в том, что они всегда умудряются доходить каких-то виноватых, какие-то причины. Они всегда умудряются объяснять, почему там у нас не построены школы, не убран город и так далее. Вот даже сейчас мы слышим от чиновников то, что люди виноваты, что они в дворах не прибираются и так далее. Но вы знаете, вот такие причины можно искать до бесконечности. В первую очередь администрация должна качественно выполнять свою работу. И если город бы с утра до вечера прибирался и делался, и действительно, тогда можно что-то предъявлять жителям и говорить, что мы прибираем, а вы нет. Поэтому как бы делайте, вы покажите пример. Каждый приходящий глава администрации, он говорит о чем? Что будут сокращения? Зачем они там сидят, если город у нас, администрация, больше 600 человек, это плюс подведы какие-то и так далее. Зачем они сидят? Просто вывезти их всех до субботних, закрыть на две недели администрацию, пускай идут чистить город, если они не могут организовать этот процесс. Они из бюджета деньги получают, а люди, которые платят в этот бюджет, они дышат вот этой грязью, пылью. И нам чиновники говорят, ну вы же сами не прибираетесь, но это же полный бред, согласитесь. А вы-то были на субботнике в этом году уже? У нас 15-го как бы субботник мы каждый. А то есть вы еще будете? Подождите, я плачу налоги, а зачем мне... А я тоже плачу налоги, представляете? Вы чиновник, понимаете? Вы из бюджета получаете зарплату, понимаете? Из бюджета вам бюджет платят, а я предприниматель, понимаете? Я зарабатываю сам. В этом вся разница. Вы молодец. Да, я молодец. У нас 15-го у вас будет. Да, у нас 15-го, как обычно, мы врахнем этот самый. О субботнике еще чуть позже поговорим, а вот... Скребем, мы говорим не о субботнике, мы говорим о чистке города. Мы не будем вставать и прибирать то, что должна делать администрация. Свои территории. Ихни обязанности, понимаете? Мы у дома прибираемся у своего. Конечно. Это важно, чтобы каждый субботник прибрал. Вот это хорошо. Потому что есть украшающая компания. Мы говорим, что вы прибираете свои территории, а город свою территорию. А вы-то что прибрали? Вот дворник все прибрал. У меня дома дворник-то все прибрал. Но у меня есть проезд широтный. Да их два там проезда между широтной и современной. Так один из проездов до сих пор администрация не прибрала. До сих пор куча. Вот она была такая большая, метра два. Потом наблюдал, пока солнышко грело, она все уменьшается, уменьшается. И она до сих пор тает, не спеша, на этом проезде. Проезд муниципальный. Тротуар муниципальный. Зимой этот тротуар чистит обслуживающая организация. Кто на субподряде. Но почему куча-то она тает сама по себе? На протяжении уже месяца. Она мешается там куча-то? А? Мешается эта куча-то? Она мешается. Она мешается проезду раз. Она мешается на тротуаре два. Но так как люди не жалуются, вы не реагируете. Понятно, была бы жалоба, вы реагируете. Почему всегда надо реагировать на жалобу? Я не понимаю. Вот к справедливости радио стоит отметить, что такая проблема пыли не только в Кирове. Как мы уже в сюжете видели, в Новосибирске, например, их там называют Пылесибирск, Песко-Сибирск, всяко разные жители называют. И они 10 лет самыми разными способами пытались справиться с этой проблемой. Там у них мэр, значит, активно включился в работу, и не один уже даже. И, в общем, что они только не делали. И вот минералкой-то поливали для того, чтобы эту пыль связывать. И шампунем мыли. И устраивали массовый субботник. Субботник с участием 100 тысяч человек одновременно. И все техники, которые вообще есть в городе. Наверное, это эффективно было. И заменили песок на Бионорд, и у них ничего не получилось. То есть вот общественники новосибирские говорят, как был этот Пылесибирск, так он и остается. Мы спросили у местного активиста, может, нам какой-то опыт у них перенять. Давайте послушаем, что вот он сказал. Ну, смотрите, для того, чтобы провести работу над ошибками, нужно, наверное, увидеть улицы города. То есть у нас масса газонов без травы. То есть это прямой источник пыли. У нас масса строек без мойки колес. У нас вдоль дорог аккумулируются вот эти вот кучи пыли, которые не убираются. То есть они ветром носятся с места на место, но фактически их уборки и утилизации не осуществляются. То есть все вот это, оно, конечно, и показывает на ошибки. То есть если мы не обеспечим ликвидацию вот таких вот участков с зоной образования пыли, да, и не обеспечим своевременную уборку, то проблема будет сохраняться. Ну, то есть, опять же, говорит... Он еще забыл рассказать, я когда был в Новосибирске, у них большая проблема была в ливневой канализации в Новосибирске. Но они пошли примерно по тому же пути, о чем сейчас опять же обсуждает администрация города. Но когда я там был, это было еще года три назад, они уже тогда это сделали. Они поставили всю ливневую канализацию на учет, да, и начали за счет денег, которые, ну, за счет тарифа, они сделали тариф под ливневую канализацию, за счет тарифа начали модернизировать ливневую канализацию. У нас тоже в городе нет ливневоканализации, по факту. Но зато есть проект, для которого было потрачено достаточно много бюджетных денег по ливневоканализации. То, что мы обсуждали, может, будем опять к этой теме возвращаться? Нет, это причина. Понимаете, мы же обсуждаем с вами причину, почему у нас так все плохо содержится, и почему у нас на сегодняшний день пыльные бури. Понятно, что пыльные бури образуются из-за чего? Из-за того, что пыль, песок, насыпь после зимы, это все остается. Понятно, что на сегодняшний день, если нет ливневоканализации, хотя бы это все утекало. Но когда ее нет, это ничего не утекает. Это кучкуется, высыхает, и потом это дальше воздухом раздувает. Если есть ливневая канализация, это хотя бы утекает в ливневую канализацию. Еще если есть дожди хотя бы. Да, дожди. Но опять же, природа, матушка, должна прийти. Дождик полить. Тогда будет меньше пыли. Это вы так услышали. А я вам просто говорю, что сама по себе вода не потечет. Нет, я согласен. Но когда у нас снег тает, течет же вода. Нет, конечно. И у нас поливальная машина еще для этого есть. Куда она потечет, если нет ливнева. Понимаете, у нас постоянно что-то вам пишет. Зимой снег как бы убрать. Сейчас вот пыль, там нужен дождь и еще что-то. Будет лето, будут дожди. У нас есть песта, где там периодически бывают озера в Кире. То есть Карла Маркса в том году что-то сделали. Не знаю, в этом году. Я не говорю, это Карла Маркса. Мы это уже обсуждали тоже. Здравствуйте, программа «Прогневка» есть. Поэтому у нас как бы постоянно что-то, какие-то причины и никакого решения нет. Может быть, у нас денег не хватает. Достаточно ли выделяется денег на уборку города? Конечно же нет. И вопрос в том, что я думаю, что на сегодняшний день то, что у нас каждый раз нам что-то мешает, важно видеть причину и находить решение для того, чтобы устранить эту причину. А не просто сидеть и обсуждать и говорить, какие вы плохие, у вас ничего на толку не хватает. Пожалуйста, приходите к нам работать, эффективно работать. Мы с 16-го года рабочие, я за рабочую группу спокойно отвечу в этой. Мы говорим, не хватает механизмов. Мы выдавали цифры, там более 100 механизмов должно быть как минимум по городу. Конечно, больше должно быть. Не на зимнем, я говорю, пролетнее содержание. И пролетнее. Нету столько машин. А почему? Потому что администрация говорит, а нам достаточно, а у нас денег нет. Нету, достаточно или у нас не выделяют деньги из бюджета. Погодите, я не про вас лично говорю. Может, депутаты не выделяют денег из бюджета? Дайте сейчас договорю, да. Нам с 16-го года говорят разные версии. Каждый глава говорит свою новую версию, да. У одних говорят, денег недостаточно, другие говорят, нам достаточно техники. На содержание добавили? Да, на содержание добавили. Сколько денег добавили? В два раза почти. В 16-м году? Ну, на тот год, правильно? В 16-м году, чтобы вы понимали, содержание города было в не более 300 миллионов рублей. В 16-м году. В год. На содержание города. Сейчас эта цифра уже подходит миллиарду на сегодняшний день, да. Если бы не добавляли бы деньги, тогда мы бы жили с вами с 300 миллионом рублей. Сейчас цифра содержания города Кирова – миллиард практически рублей. Ну, там, со снеговывозкой, совсем-совсем-совсем. Ну, 900-70. Ну, да. Вот. Добавляют? Добавляют. Но город в два раза почти. Ну, еще хотела добавить, что добавились и работы. Там ведь не только работы в рамках контракта по содержанию проводятся работы и ремонтные. Это ремонт и дорог, и тротуаров. То есть, в целом, на содержание была частичка порядка до 600 миллионов. Ну, опять же, 16-й год, ремонт, содержание – 350, ремонт уличной дорожной сети был не больше 60 миллионов рублей на целый год. Это ямочный ремонт, это все. Давайте 400 возьмем. Сейчас у нас огромные контракты по ремонту дорог в рамках национальных проектов, да, огромные контракты по содержанию, но мы лучше не видим. Я считаю, что у нас, прежде всего, не хватает механизации, не хватает техники. В ГМС, в основном, подрядной организации нет просто техники для того, чтобы весь город содержать. Им надо закупать технику, мы про это говорим и будем говорить. Пока они не закупят, как минимум, еще столько же оборудования, сколько у них сейчас есть, тогда можно будет... А зачем подрядчику закупать технику, если у него и так принимают работы, оплачивают ему их? Вот вы право говорите. Если у него и так все хорошо, когда он приберет, не приберет, он ему все равно платит. Вот и весь ответ. О том, как бороться с пылью и что советуют врачи делать во время пыльных бурь, мы с вами обсудим во второй части нашей программы. Как бороться с пыльными бурями обсуждаем сегодня с нашими гостями. У нас в студии заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Екатерина Безгачева, начальник отдела благоустройства администрации города Кирова Юлия Васильева, депутат Кировской городской думы Денис Ерохин и член рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Сичихин. Итак, вот есть разные же технологии уборки пыли. И мне хотелось бы обсудить, мы уже в сюжете видели эти кадры, давайте еще раз посмотрим. Мы снимали уборку песка и пыли на тротуаре у цирка. Вот должны так работы проводиться или нет? Водоем, в водоем у нас дует грязь. Насколько правильно проводятся в техническом плане эти работы? Тут сложно прокомментировать, так как у нас в территории парков, скверов, содержаниях осуществляют подрядчики территориальных управлений по районам, и контроль, соответственно, за работами тоже осуществляют специалисты. По поводу технологий я, наверное, сказать не смогу, так как я... Но я думаю, что это не правильно, все-таки неправильно, потому что... Я понимаю, цель у них, чтобы убрать песок, не знаю, откуда он образовался там, может, там тоже какие-то раскопки или еще что-то было, у нас как раз там что-то... Может быть, на носок? Было, да. Там просто снег таял и с газонами можно сделать. Ну, я думаю, что это должны были все-таки собрать более вручную, не раздувая это по газону и в пруд. То есть, вот такими этими воздуходувками, можно сказать, ими, листву, я помню, вот в осенний период собирали. Должны были выйти люди с совочками, с метелочками, да, все это подмести. Наверное, был один человек. Либо заехать нормальная механизация, которая там по тротуарам ездит, небольшие пылесосики, да, это все побрызгать, все это собрать, где-то сзади подойти, еще подмести двумя-тремя дворниками. Вот так это все должно было выглядеть. А не так, как сейчас гражданин ходит с водой. И в пруд сметает. И все сметает в разные стороны. Главное, чтобы было чисто, казалось бы. Чтобы акт подписали, да? Ну, акт, наверное, ну да, что там, ну не они, конечно, а там ТЭР-управление, что кто-то пришел и подписал потом акт, что все замечательно, а вы молодцы, что заметили. У нас, кстати, администрация регулярно отвечает на вопросы горожан в интернете. Очень много сейчас действительно жалоб. И практически на каждую жалобу чиновники дают ответ. И вот на один из вопросов об уборке города и о пыли вот что администрация ответила. Давайте посмотрим. Добрый день. Уборка остановок и уличной дорожной сети проводится ежедневно. Также в настоящее время в городе проходит месячник санитарной очистки и благоустройства территорий. Активное участие в уборке городских территорий могут принять все желающие. По вопросам проведения работ можно обратиться в территориальное управление. Я вот не поняла, Юля. Это что, просто зовете людей не на субботники, а просто присоединиться к уборке города, подметать улицы? Или что это значит? Нет, тут не совсем верно сформулировано. На самом деле у нас, мы жители приглашаем только на общегородские субботники, которые организуются в территориальном управлении. Я думала, что любой желающий может прийти и взять метлу в территориальном управлении. Нет, все-таки это организовано. Вот у нас в преддверии предстоящей субботы, да, 15-го числа, будут организованы субботники на территории парков. Поэтому в СМИ, на сайте администрации будет размещена эта информация, на каких территориях, в каких районах. А насколько часто вообще охотно люди приходят на субботники? На самом деле желаний сейчас у горожан очень мало принимать такое участие. В основном это какие-то либо общественные организации, которые хотят там поучаствовать. Либо сами чиновники. Либо сами сотрудники администрации. Мы уже ходим и пойдем. Но вот объявляется, как уже я озвучила, 22-го апреля будет уже общий российский субботник. Где будет больше активность. Все-таки призываем горожан принять участие. Может быть, вы тоже все-таки сходите, раз вас критикуете? Нет, мы ходим на субботник каждый год. Ходим мы с Думой каждый год. Либо в парке в каком-то, в парке Победы. Либо вот сейчас вот у нас будут в этом овраге. Единственное, которое сделано, не запущено, не зарос. Вот в нем мы каждый год это делаем. Ну, большой, конечно, вклад. Это у нас образовательное учреждение вносит. Они активно участвуют и в парках, и на своих, и прилегающих территориях тоже проводят субботники. Студенты, учащиеся. Подскажите еще вопрос. Я просто сейчас наблюдаю. Пару дней езжу. Мешки. Мешки с мусором. Вот как бы нет. Все, люди-то прибираются. Молодцы. Я смотрю, и бизнес даже возле своих магазинчиков прибирается. А вот мешки с мусором кто должен вывозить? Вот мне просто интересен такой вопрос. Либо это администрация помогает вывести, да, либо все-таки бизнес сам должен вывести. Потому что я вот по консомолке тут пару, дня три уже езжу, и вот мешочки как с выходных лежат, как они прибрали, вот тут лежат и лежат, лежат и лежат. Смотрите, есть у нас механизм такой. Мы, в принципе, ежедневно, наверное, можно сказать, так собираемся в администрации с представителями территориальных управлений, с департаментом образования, с ресурсными организациями. То есть достаточно много организаций, которые видят это все. У нас есть чат про субботники, то есть где выставляются эти мешки, каким образом это осуществляется. Департамент образования, они те мешки, которые с внутренних территорий стараются своими силами увезти, то есть школа собрала, проинформировала, они собрали, увезли. Те, которые с уборки прилегающей территории уличной дорожной сети, убираем мы. То есть наши подрядчики по содержанию, у них есть это в контракте, предусмотрен некоторый объем, и они убирают. Конечно, очень много тратится ресурсов в плане, что это постоянно выставляются в мешки, они круглосуточно. То есть сегодня убрали, завтра они там снова появились. Задача перед подрядными организациями поставлена, то есть они, согласно графиков своих, проезжают улицы и забирают эти все мешки. В течение суток строятся, забирают. То есть задача поставят в течение суток увезти. Ну вот вы говорите, что к 9 мая город должны привести в порядок. При этом мы говорим с вами о том, что нет никаких четких показателей и критериев, по которым можно оценить чистоту города. Так вот кто-то будет оценивать? Конечно, смотрите, вы не думаете, что у нас подготовка города заключается только в том, чтобы поймать ее, пока она летает? Мы ее должны где-то поймать и вывезти из города, и чтобы она там где-то осталась. Подготовка к 9 мая и вообще к майским праздникам, то есть это еще до 9 мая вот эти выходные, помимо уборки территории от этой старой листвы, от мусора, который наши же прекрасные жители города, и в том числе за зиму наставляли, это какие-то у нас оставшиеся, там, не знаю, куски какие-то с капремонтов, какие-то строительные материалы, где-то что-то валяется. Это ладно, это все прибирается, убирается, но помимо этого у нас есть еще мойка ограждений, мойка остановок, у нас есть покраска и ограждения остановок. У нас сейчас сформированы графики, в том числе на эти. Я могу похвалить отчасти, я заметил у ЖД вокзала. Подождите, я еще не договорилась. В начале уже начали красить заборчики, и это хорошо, понимаете? Вот иногда ты наблюдал целый апрель, как они ржавые, там, можешь и май наблюдать. Ну, тут смотрю, уже все кисточкой. Да, при вокзальной уже закончилась. При вокзальной зоне, это же хорошо, когда жители, кто приедет сейчас на 9 мая, они выйдут, а тут раз, чистенько уже. Пусть дальше во дворе будет грязно, но главное, они выходят из вокзала и чистенько. Вот с одной стороны, молодцы отчасти. Вот, также у нас по чугуну, да, кроме при вокзальной площади, есть Октябрьский проспект, который у нас сейчас тоже, он уже наполовину покрашен, можно так сказать, даже уже больше половины. Ну, то есть, прямо к 9 мая во всех районах города будет чисто, на всех улицах. Мы стараемся, у нас сейчас приоритет есть, конечно же, в центральной части места проведения, да, то есть мы понимаем, согласно с тем, что у нас по технике, по людям, есть недостаток, есть дефицит, это понятно, это, я думаю, во многих у нас направлениях вообще в городе есть. Вот, то есть у нас есть определенный, как вы верно все подмечаете. Конечно, сократить на 50%, и остальных нам же, Александр Владимирович говорит, мы всем найдем работу, правильно? Мы тоже всем найдем работу. 50% сократить, и на заводы, на содержание полностью. Так вот, у нас есть определенный план, график, в том числе у нас же есть еще краска стоек знаков, у нас краска стоек светофорных объектов, есть разметка, которую мы должны успеть тоже нанести. Сейчас-таки ждем, опять-таки, погоду благоприятную, то есть предварительную разметку уже частично нанесли, наверное, все видели эти пунктирчики у нас по центральной части города. Ну, смотрите, шире обязательно найдете, потому что они уже есть, они есть, и достаточно более 30, наверное, уже улиц, где они нанесены. Сколько улиц? Более 30 уже улиц нанесены. Они есть, но вы, ладно, хорошо. Вы, может, не туда смотрите, фокус у вас не туда. Конечно, мы не из того кабинета просто смотрим, не из того окна. Так вот, и я о чем хочу сказать, о том, что подготовка к майским праздникам, это не только уборка песка, это огромный комплекс работ и огромное количество и организаций, и подрядных организаций, и вообще по контролю, которые происходят сейчас, и идут просто вот в плановом режиме, и где-то вручную они корректируются. Ну, просто уже очень скоро 9 мая, и вот вчера было невозможно на улицу выйти, сегодня не гуляла по городу. Сегодня тоже. Но можно было вообще лаком не брызгать волосы, потому что оно все цементируется моментально, только ты выходишь на улицу. И, кстати, пыль на городских улицах, это не только неудобно и некрасиво, но и опасно для здоровья, говорят врачи. Давайте послушаем, что врач говорит. На самом деле, когда сходит снег, и немалое количество песка мелкодисперсного такого остается в городе на тротуарах, и при усилении ветра это все поднимается в воздух, это в первую очередь представляет опасность для астматиков и людей, например, с хронической обструктивной болезнью легких, то есть это может быть хронический обструктивный бронхит, или бронхиальная астма, или эмфизема. То есть в таком случае это может приводить даже к обострению этих заболеваний. И потому, если человек сейчас имеет возможность меньше находиться в таких загазованном пространстве, или быть чаще на природе, это, конечно, важнее. Если же мы оказываемся в городе и так пылит, то обычные маски, их можно увлажнять, потому что они задерживают пыль, или использовать лепестковый тип респираторов, по типу того, который мы использовали во время пандемии ковида, они тоже уменьшают, разумеется, количество пылевых частиц, которые попадают в легкие. Ну вот, то есть не пандемия, так у нас пыльная буря. Переходим, достаем маски все, которые мы в шкафы положили, да, и возвращаемся к маскам. Ну, это как сезон цветения, да, у нас тополя начинают тополиный пух лететь, у нас тоже люди страдают, это понятно. Согласна полностью с представителем здравоохранения, да, что, конечно, наносит вред. У нас очень много факторов, которые вообще в целом и делают жизнь нашу лучше, но мы с этим боремся, не оставляем. Ну, урбанисты тоже присоединяются к врачам во многих городах. Они говорят, что пыль в городе – это ненормально. Мы должны все привыкнуть к этой мысли и не пытаться смириться с этим. Конечно, нужно принимать мысли. Мы не хотим смириться-то, понимаете, нам говорят, давайте смиритесь уже, привыкайте. Мы говорим, нет, мы не будем смириться. Ну, кто вам говорит, привыкайте? Администрация нам каждый год. Администрация говорит, не просто, мы знаем, мы работаем. Не работайте вы над этой проблемой. Если бы пыли становилось меньше, мы бы сказали, вы такие молодцы. Вот вы молодцы, что начали забор раньше красить времени, да? У ЖД вокзала, я же говорю, молодцы. Ну, я считаю, что первостепенно убрать пыль и красить заборы. Ну, естественно, вот, ну, ее как бы убрать, понятно, что она когда-то уберется. Может быть, к концу лета вы все-таки с этим справитесь. Никакому 9 мая ничего там глобального не произойдет у вас. Вы уберете, может быть, там, от Театральной площади до Вечного огня. Вот по скоску подметете, это, наверное, у вас получится. Вот. Но самое основное, это, конечно, делать это тротуар, это уменьшать количество грунтовых дорог. Потому что, ну, так или иначе, выносится грязь, в том числе, из грунтовых дорог. То есть, как бы... Ну, это же быстро не сделаешь. Ну, это быстро не сделаешь, но к этому надо идти, идти, идти. Вопрос к тому, что мы же ушли к чему? Мы ушли к брусчатке. На чем лежит брусчатка? На песке. И песок, естественно, там... Песок он вымывает. Что делать-то? Надо брусчатку демонтировать? Да, не надо было на брусчатку выходить. Мы-то были против брусчатки. Теперь-то что делать? Мы говорили, надо было все в асфальт закатать. Все в асфальт закатать полностью. Вот и все. На сегодняшний день. А сейчас уже все в брусчатке, так пусть борются. Советы надо было, они не работают. Как не работают? Давайте мы порассуждаем о том, что нужно сделать сейчас. А если мы будем молчать, так они сделают все, что угодно. Говорить-то мы можем. У нас и вот специалисты приходят к нам и разговаривают. Спасибо им большое. Что самое сделанное вы имеете? То есть, глобально это уменьшить, казоны понизить. Это из глобального. В этом году будет работа продолжаться? Конечно, продолжается. Тем более, проект это самоливневая канализация. Он уже давно есть сделан. Закупить техники побольше. Закупить технику. Ну, понятно, сейчас технику-то закупить не проблема. Проблема встанет с кадрами на эту технику. А есть в городском бюджете деньги на выделение? Есть. У нас есть ГДМС, которая выигрывает все контракты практически без падения. Но почему-то в бюджет они перечисляют какие-то сущие копейки от тех объемов денег, которые они самоаккумулируют у себя. Поэтому, куда они девают, вот этот вопрос и так далее. То есть, надо подходить более глобально, чтобы проблема-то уменьшалась. Ну, я считаю, что самое оптимальное – это часть газонов. И то, что было сделано в том году, ну, это, конечно, это самая капля в море. Сколько времени займет для того, чтобы вот все газоны в городе привести в нужное состояние? Ну, смотрите, я поясню по поводу, да, в том году, что мы успели по газонам сделать. У нас контракт заключился 10 августа. То есть, мы понимаем, это конец лета. И то, что мы успели сделать улицу производственную Воровского, и, по-моему, еще какие-то улицы проходили по широким, именно по широкой части газонов и убирали. Где-то мы, ну, то есть, снимали грунты частично, чернозем у нас укладывался, да, и там, понятно, озеленение попутно еще идет с высадкой новых растений. То есть, эта работа была такой, как тестовый режим, да, сейчас мы понимаем уже, какие там есть нюансы, опять-таки, по поводу деревьев, чтобы аккуратно все это делать, как их правильно обходить, как это все должно визуально выглядеть. Поэтому в этом году и сейчас только земля будет отходить, будем мы эти работы снова возобновлять. Сколько улиц в этом году будет сделано? Не могу сказать, нет. Ну, в основном, вот, озеленение центральных улиц, это туристические маршруты. То есть, занижение получается, да. Нет, то, что касается озеленения, то есть, у нас на протяжении, вот я с 2017 года депутат, был председателем комиссии по ЖКХ транспорту и экологии. В 2017 году к нам приходил природоохранный прокурор еще в то время и говорил о том, что 1300 деревьев вырубается и только 400 высаживается. Эта статистика до того года, когда у нас заканчивался созыв, она, в принципе, сохранилась. То есть, у нас в год минус 900 деревьев. Ну, вы как будто это не знаете. Ну, вы сейчас откуда вот эти данные берете? Вот эти данные я беру от прокуратуры природоохранной. У вас вообще смысла нет ничего. Я беру у природоохранного прокурора, понимаете, зачем мне у вас запрашивать? И эти данные подтверждались. Нам Печенкин приходил на комиссию и говорил, да, да, у нас вот такая проблема есть. И озеленение, оно годами уменьшалось на 800-900 деревьев в год. То есть, поэтому у нас уже превращается, у нас уже даже внешне выглядит, как степка, как пустыня и так далее. Вы даже не забывайте, что точечная застройка, она же тоже уменьшает озеленение. Ну, конечно, то есть, это не только сущность. Вопрос, если про что, и говорит, что это не просто вы там на Октябрьском проспекте вырубаете и ничего не садите. Вопрос в том, что у нас в городе, чем больше мы точечной застройкой занимаемся, тем меньше уменьшаем зеленые насаждения. То есть, Екатерина, вот в глобальном смысле есть у вас какой-нибудь план избавления города от пыли? Ну, вот не в этом, конечно, уже году. В этом-то году надо просто, наверное, прибрать. Глобальный план, это что подразумевается по средствам? Ну, там, я говорю, вот что, кто-то бил апрель когда-то, и мы такие раз, а пыли нет. Ну, вот смотрите, если брать во внимание, как в Москве, вот в центральной части, что у них все в брусчатке, опять-таки в брусчатке, да, ну, там у них совершенно нормально. Не на песке, не на песке, да. То есть, в Санкт-Петербурге, да, как центральная часть городов выглядит, у них даже пыли там неоткуда браться. У них деревья там, просто стволы закрытые, вот, ну, как бы, ну, вокруг ствола все закрыто. Там тоже надо закатать все газоны. Ну, понимаете, это просто каменный город, ну, как бы, получается. Мы, конечно, можем тоже, да, в эту сторону двигаться, но у нас Киров-то, чем мы, как бы, я считаю, хорош, что у нас очень много зелени. Ну, подождите, я вот тут смотрела видео какое-то из Швейцарии. Ну, по сравнению... Ну, там ничего не закатано в асфальт, но все равно чистая дорога, очень красивая. Ну, то есть, это нужно благоустроить. То есть, вот эти все газоны... По сравнению с чем, вы сказали, вот, зеленый город, по сравнению с какими городами, например? Ну, к нам, когда вот к нам гости приезжают, например, нет, нет? Ну, с Москвой там есть разные вещи. Москва на сегодняшний день, она разбирается маленько по-другому. Правильно, там убирают от газона, уходят от газонов. Да, все закрыто. Но если сравнивать наш город, там, с Ижевском, не знаю, там, с Перми и все, я не скажу, что наш город очень уж зеленый, да, как бы. Нет, он ничем не хуже по зелени, как и другие города, да. Но с Москвой здесь сравнивать не надо. В общем, давайте подводить итог. Есть ли шанс, что Киров справится с пылью, и вот не будет у нас такой газонации? И вообще никогда. Да. Когда? Вообще не пылиночки. Я все равно, я думаю, что все равно это будет, но то количество, которое сейчас, да, с которым мы сталкиваемся, я уверена, что оно будет меньше, ну, с каждым годом. То есть наша задача сравнивать, ведь не с кем-то, да, наш город не с кем-то, а с тем, что у нас было в том году, например. Понятно, что погодные условия, вот тут у нас ранняя весна получается, да. То есть в том году у нас еще снег, по-моему, в это время лежал, и 20-го, там, 21-го апреля у нас еще снегопад был. Я надеюсь, в этом году такого не будет, и как бы вот мы уже входим в летний такой период, переходим на лето сейчас. Поэтому я уверена в том, что мы сможем улучшать ситуацию и сравнивать себя с тем результатом, который был в том году. Важно видеть причину и находить решение для того, чтобы устранить эту причину, а не просто сидеть и обсуждать, и говорить, какие вы плохие, и у вас ничего на толку не хватает. И этот год нынешний, он будет лучше предыдущего, и это должно быть всегда так. Юлия, что нужно сделать для того, чтобы город наш стал чище? Ну, хотелось бы добавить к словам Екатерины, что, в принципе, увеличить количество, да, ручного труда, как уже все тоже сказали, и, скорее всего, количество уборочной техники. То есть, когда будет больше бригад, больше людей, это все мы будем делать быстрее и приводить город действительно в короткий срок, в надлежащее состояние. Есть шанс у нас избавиться от пыли, Константин? Шанс всегда есть. Мы же всегда верим в лучшее. Каковы шансы? Каковы шансы? Тогда, когда увеличится количество техники, я считаю, что все зависит от механизации. Если мы идем уже в механизацию, чем больше механизации, тем меньше пыли будет в городе. Денис? Я считаю, в ближайшее время нет. Почему? Потому что с каждым годом эта проблема не улучшается, а ухудшается. То есть, надо заниматься более глобально, это и озеленением, и газонами, и дорогами, и так далее. Ну, и то, что купить техники, ну, мне кажется, тут будет следующая проблема, как купили автобусы, некому на них ездить, так же купим технику, некому на ней будет работать. Поэтому тут, знаете, просто, мне кажется, в первую очередь, это проблема управления городом и вот теми организациями, которые отвечают за уборку. Потому что сейчас, даже при том количестве техники, но на протяжении там пару недель, да, в принципе, не меняется ничего. Ну, элементарная улица, там, центральная Ленина, я не знаю, где у вас там какие-то 30, там, вернее, 100 человек из, ну, их как бы нет, никто не видит, но мы видим, что ничего не происходит. Ну, в любом случае, посмотрим, увидим, будет ли становиться город чище. Приглашаем всех на субботники, да? Да. На 15 апреля, когда? Ну, каждую субботу. Каждую субботу проводится. Российский субботник 22 апреля. 22 апреля, да, все могут присоединиться. И каждую субботу. Спасибо, что нашли время, обсудили сегодня с нами эти вопросы. Я напомню, что у нас в гостях были заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Екатерина Безгачева, начальник отдела благоустройства администрации города Кирова Юлия Васильева, депутат Кировской городской думы Денис Ерохин и член рабочей группы по контролю за ремонтным содержанием дорог Общественной палаты Кировской области Константин Сичихин. С вами была Надежда Ведерникова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова